Для чего вообще вот сегодняшнее выступление? Потому что очень много и книг, и видео про дыхание. Но я считаю, что дыхание намного может больше раскрыть наших потенциальных сил. Очень часто на семинарах я говорю, что мы потребляем 2% нейронных связей. Через дыхание мы можем 5, 10, 15% вот этого нашего резервного потенциала задействовать. То есть дыхание скрыто намного больше, чем мы можем даже себе представить. На протяжении этих двух лет практически каждый день кто-то ко мне обращался с ковидом. И каждый раз мы затрадивали тему дыхания. И вот как раз на эту тему. Причем дыхание при лечении бронхолегочных заболеваний, вирусных заболеваний, для лечения, для реабилитации. Вообще систем дыхательных гимнастик их очень много. Есть и восточная, индийская, китайская, тибетская, наша православная. Вот о чем я сегодня буду говорить как раз. Система дыхания с молитвой. Можно дышать костями, можно дышать кожей. Но мы сегодня поговорим именно о лечебной дыхательной гимнастике и почему она необходима. Очень много было у меня разговоров с врачами, которые осадили пациентов при пневмонии на тислородный концентратор, на ИВЛ. И у нас возникали споры, что я считаю, что дыхательной гимнастикой можно решить многие эти вопросы. Ну вот первый у нас вопрос. При вирусных заболеваниях зачем нужна дыхательная гимнастика? Что у нас происходит, если мы заболели, если у нас вирусное поражение, если у нас начался бронхит? В первую очередь мы начинаем глубоко дышать. Это самая первая неправильность, которую мы делаем. То есть возникает гипервентиляция. У нас три вида дыхания. Дыхание внешнее. С вдохом мы потребляем 98-99% это азот, кислород и там другие компоненты. Это внешнее дыхание, попадание в легкие. Затем второе дыхание или второй этап это попадание кислорода в кровь. И третье попадание кислорода в клетку. И метаболизм уже клеточный. Наша задача при правильном дыхании насытить организм кислородом и чтобы все ткани были самодостаточны. Что происходит при бронхолегочных заболеваниях? Что мы начинаем глубоко дышать. Нам кажется, что нам не хватает воздуха. Хотя, допустим, при 25% поражения легких можно абсолютно сфера достаточности кислорода для организма. Она никак не затрагивается, потому что нам достаточно 1,4-1,5 части легких, чтобы происходил правильный газообмен. При глубоких вдохах, то есть у нас при нормальном состоянии достаточно в минуту 4 литра кислорода, в данном случае воздуха. В данном случае при заболевании мы иногда вдыхаем до 15 литров. То есть происходит дипервентиляция, диперперенасыщенность. И самое важное, что для правильного газообмена в легких нам нужно СО2, углекислота. Вот этого у нас как раз и не хватает. Соответственно, происходит нарушение потребления кислорода, попадание в кровь и, соответственно, в клетку. Так вот, первая наша задача – это ограничить количество вдыхаемого воздуха. Ограничить, когда нам не хватает, ограничить до 4, до 5, может быть, даже и до 3 литров вдыхаемого воздуха в минуту. У нас три отдела. Мы условно возьмем верхняя треть легких, средняя и нижняя. Легкие, конечно, должны полностью задействоваться в дыхании. Но для того, чтобы уменьшить количество потребляемого воздуха, мы можем большую часть времени дышать верхней частью легких. То есть это верхняя одна треть части легких. В обычном дыхании, в здоровом, мы можем вдыхать носом, выдыхать ртом. Если у нас кашель, бронхит, пневмония, то только вдох носом, выдох ртом. Так вот, в первую очередь нужно научиться дышать верхней частью легких. Вдох примерно на 5 секунд и выдох на 5 секунд. Внешне не должно быть видно, что мы дышим. То есть вот это легкое поверхностное дыхание. Вдох носом, выдох ртом, если мы не заболели. И обязательно прямая спина. Если мы, допустим, уже перешли к дыхательной димнастике, или даже мы просто разговариваем, в любом случае мы распрямляем плечи, делаем прямую спину, и у нас, соответственно, область легких не зажимается диафрагмой. И усвоение воздуха, кислорода, оно улучшается. Ну, давайте мы сейчас вначале сделаем первое упражнение, ну, буквально на 2 минуты. Хотя, чтобы раздышаться, иногда нужно дышать 30-40 минут. А потом я теоретически продолжу. Вдох носом, выдох ртом, верхней частью. И, как я уже говорил в предыдущих выступлениях, что мы можем присоединить Иисусову молитву. «Господи Иисусе Христе на вдохе, помилуй меня на выдохе». Итак, мы сейчас 30 секунд дышим, а так можно до 10-15 минут. Стараемся, чтобы позвоночник был полностью прямой, чтобы спина была вся расслаблена, расслаблены плечи. И после 10-15 минут мы подключаем вторую треть легких, то есть мы расширяем вдох и, соответственно, мы более медленно можем вдыхать и выдыхать. То есть можем уже до 7-10 секунд. Вдох-выдох и чувствуем, как распрямляются ткани легких, альвеолы. И также на вдохе «Господи Иисусе Христе», на выдохе «Помилуй меня». И просматриваем, чтобы мышцы не зажимались. После 10-15 минут мы добавляем нижнюю часть легких, то есть корневую часть. Соответственно, мы еще медленнее делаем вдох, можно до 10 секунд. И медленно делаем выдох. Также на вдохе «Господи Иисусе Христе», «Помилуй меня» на выдохе. Вот это первая часть дыхания. Стараться, особенно если мы заболели, дышать только верхней частью легких. И вторую треть и нижнюю часть мы подключаем, если у нас нет ни бронхита, нет пневмонии. Что в данном случае происходит у нас с дыхательной системой? В данном случае мы сокращаем количество потребляемого воздуха. Мы накапливаем СО2, которое необходимо в оливиолах и, соответственно, в крови. И у нас газообмен в легких, PH выравнивается, PH выравнивается в крови и улучшается метаболизм самой клетки. Следующий момент в дыхании, я считаю, что он самый важный. Первый момент. Мы дыханием тренируем дыхательные мышцы. Второе. Мы налаживаем газообмен и накапливаем СО2, которого, как правило, у нас не хватает. Третье. Дыхание – это, я считаю, что один из самых важных моментов дыхания – это управление теми потоками нашей энергии, тем электричеством, которое входит в плод, как только ребёнок уже в утробе матери с какого-то момента, он соединяется с электромагнитным полем Земли, у него появляется вот эта праническая оболочка. Я об этом вот каждое выступление практически говорю. Это мы в данном случае пользуемся терминологией аурведа, потому что ни в русском, ни в английском, ни в испанском этой терминологии нет. То есть с точки зрения аурведы у нас 5 оболочек основных, так как 12. Первая – это вьяновая, это вот верхняя часть и энергия, которая энергетическое поле электромагнитное, которое сопровождает всю нервную систему, всю кровеносную систему. ниже вся голосовая часть – это удановая, сердце прановая, пупок и пищеварительный тракт – это самановая, это огненная энергия, и апановая – это нижний отдел, все выделительные функции. Так вот, с помощью дыхания мы можем управлять этими потоками, этой энергией, и это одно из самых важных. Допустим, при вирусном заболевании, так как вирус поражает чаще всего сосуды, кровь, возникает тахикардия, учащенное сердцебиение. Ну, если в норме, допустим, пульс 60, у человека, заболевшего, может быть до 90. Если мы медленным дыханием, поверхностным, мысленно, как при духовной практике, мы опускаем свое внимание в область пупка, дышим медленно, и вот это частое сердцебиение в сердце мы опускаем в пупок, в течение минуты-двух мы можем выровнять удары сердца, ну, то есть до 60 в течение 1-2 минут. В этот момент, если мы почувствовали пульсацию в области пупка, она, как правило, будет как раз те же 90 ударов, но уже в животе, то есть сердце не будет перегружено. Постепенно мы выводим из себя дыхание, и мы замедляем пульс. То есть дыхание, это управление нашим электромагнитным полем, и в данном случае уже подключается следующая вещь, самая необходимая, это наше внимание. Вот две самые необходимые вещи для использования наших резервов, это тренированное внимание и тренированное дыхание. С помощью этих двух вещей, по своей сути, если вирус попадает в наше тело, мы уже можем с этим, если мы тренированы, мы можем с этим справиться и не допустить поражения наших органов, поражения наших электромагнитных оболочек. И в Индии, когда заболел, то есть я почувствовал в марте прошлого года, что появляется жар, появляется в носоглоте заболевание, я стал сам отслеживать, и где-то в течение 30 минут проводил это дыхание, дыхание, тщающее по позвоночнику, и я как раз наблюдал за своим вьяноваю, за своим электромагнитным полем, и в течение 30 минут я полностью больную энергию эту из себя вывел. То есть после этого, если только возникало как раз состояние, что возникает внутренний жар, это энергия огня как раз излишняя, то я его выводил или вверх-вниз по позвоночнику, или через пупок. В результате вот за два года у меня ни разу не было заболевания в виде температуры, в виде бронхита, или поражения сосудов. То есть у нас получается, что через дыхание мы сокращаем количество вдохов-выдохов до 10 при правильном дыхании. Затем мы начинаем управлять своим электромагнитным полем или своей оболочкой. Но в данном случае я говорю про вьяноваю, потому что идет поражение вируса, как раз поражение сосудов и поражение всей нервной системы. Вот следующий момент, который мы можем использовать дыхание, это управление нашими элементами. Это один из самых важных моментов для как раз использования резервных сил. Самая важная часть, то, что запускает нашу жизнь, это вот как на Востоте говорят, прана или электромагнитное поле человека. И по своей сути она используется и в пищеварении, и в запуске сердца, сердца и в работе нервной системы. И как раз управление в первую очередь праной. У нас 5 основных элементов. Это прана или эфир, воздух, огонь, земля и вода. В данном случае в янаваю, допустим, работая с дыханием, мы вот эту прану можем преобразовать в ветер. Ветер, он запускает огонь, огонь порождает воду, вода порождает землю, и тело, оно состоит из земли. Первое, самое простое, ну давайте вот попробуем, просто все опять спинку распрямим, позвоночник, плечи, плечи должны быть опущены, плечи опущены. Давайте попробуем, я никого не вижу, могу только мысленно представить. И медленный вдох на 5 на 7 секунд, и медленный выдох на 5-7 секунд. Дышим верхней частью, на вдохе, опять же, это я не призываю, просто слова молитвы, они должны, наше тело, оно имеет божественную природу. И, конечно, Дарвин, когда говорил, что мы из обезьяны произошли, мы, конечно, произошли из духа. И мы, дух, он полностью, он вечен, душа наша вечна, тело — это как оболочка, поэтому молитва, она всегда должна присутствовать. И если мы можем это внимание держать, Господи Иисусе Христе, на выдохе помилуй меня. И вот сейчас мы всё своё дыхание мысленно, мы дышим верхней частью, а мысленно мы всё опускаем в пупок. И первое, что я вот сейчас не беру биение сердца, потому что, конечно, нужно в Иисусовой молитве всегда вдохе-выдохе совмещать с биением сердца. Это только при руководстве должен человек, который вас обучает, ну потому что можно сильно навредить, поэтому мы не берём сейчас эту часть. Ну мы сейчас мысленно всё внимание переводим в пупок, и вот у меня сейчас как раз удары происходят, пульсация происходит в пупке. Само по себе сердце, вот давайте сейчас все, кто слышит, если там не за рулём и удобно сидеть. Вот попробуем сейчас почувствовать удары сердца в пупке, и затем мы эту энергию выводим наружу из пупка. Вот сейчас у меня пульсация около тела. То есть, если, допустим, была бы или аритмия, или тахикардия, мы перевели эту энергию в пупок, и там билось бы очень сильно, и затем выводим, и внутри начинает пульсация успокаиваться. Сердце устроено так, что её как раз вот эта праническая сила запускает, потому что понятно, что сердце как насос, оно не может столько биться, там сто лет, и с утра до вечера сама по себе. То есть, есть спусковой энергетический механизм, оно запускается, кровь артериальная, она проходит по всему телу, но обратно, чтобы кровь также двигалась без огромного количества специальных клапанов, которые сокращаются, и вот эти мини-сокращения, они есть практически во всей венозной системе, в венозных мельчайших сосудах, и в данном случае мы сейчас сосредотачиваемся, внимание держим на пупке, и стараемся чувствовать пульсацию, полностью освобождая голову, сердце, делая её пустой, и продолжаем читать, вот как правильно читать вот вопрос, что полная молитва Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного на выдохе. Я обычно читаю Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Можно читать Господи, помилуй. Вот любой вариант, вот одиннадцати до двух слов. И вот сейчас держим всё внимание в области пупка, полностью-полностью освободив голову от мысли. Медленное дыхание, и всё ощущение, как будто мы всё опустили. И с области таза попробуем тоже подобрать прямо копчик, вот как будто мы его поджимаем, то есть мы запираем энергию, то есть очень много энергии уходит через нижний отдел, через таз, потому что мы всё время думаем, о том, чтобы поесть, о думаем в другом поле. И так вот, заперев этот отдел, мы пытаемся тоже сосредоточить всю эту энергию в живот и почувствовать пульсацию в животе. И сейчас эту пульсацию мы выводим наружу. Вот это первый, это самый простой момент, который нужно обучать примерно в четвёртом классе. В четвёртом классе я уже это сам делал, и каждый день это делал. Это, я считаю, то, с чего нужно начинать. Как это выводить через пупок? Вот, допустим, я как доктор, вот как у меня обычно моя практика, я вот сижу в своём кабинете, я принял три-четыре человека, естественно, я энергетически вхожу в контакт с человеком, я беру многие их эмоции, состояние, и через три-четыре человека я всегда прошу, чтобы у меня пятнадцать минут был пережив, я обычно ложусь и начинаю выдыхивать через пупок, я чувствую прямо чужая энергия в теле, в груди, в голове, я постепенно опускаю в живот, чувствую такая пульсация довольно сильная, и потом эту пульсацию я вывожу наружу, и вот эти удары, как удары сердца, только они уже около тела, потом это рассеивается, за пятнадцать минут я полностью освобождаюсь от чужой энергии, от чужих болезней, то есть такое самоочищение, если мы ежедневно даже по пятнадцать минут будем делать эту гимнастику, можно её делать в лежачем состоянии, я вот начал ей заниматься сорок восемь лет назад, и ежедневно этим занимаюсь, и в течение наверное пятнадцати лет я ежедневно делал в горизонтальном положении, то есть я опускал всю энергию с головы, с сердца в пупок и дышал в течение пятнадцати-двадцати минут, а потом можно уже по позвоночнику поднимать в голову и уже распределять по телу, но мы сегодня говорим только о первом этапе. Но вот вначале нужно научиться чувствовать пульсацию, и все, что происходит с сердцем в голове уметь опускать вниз. Это тренировка, то, что не получается расстраиваться не нужно, потому что это нужно делать всю жизнь, и за месяц, за два можно полностью научиться опускать шум в ушах очень часто. Это, как правило, проблема не только слухового аппарата, чаще всего это сосудистая проблема, этот шум мы тоже можем опускать. Вот пишут, грудь нагрелась, голова кружится. Ну вот сейчас расслабимся, я думаю, больше хватит, то есть это нужно тренировать, пупок пульсирует, пишут. Если человек, внимание, тренировано, достаточно концентрироваться на пупке, вопрос. Если легкое тепло в груди, вот тепло тоже можно опускать в пупок. И затем, вот когда пульсация началась, мы чувствуем накопление энергии, мы затем начинаем всё излишнее, чужое, потому что сейчас мы объединились, много людей, вот я, по крайней мере, чувствую, что очень много внимания людей, и я тоже его сейчас опускаю. То есть один из следующих принципов, никогда не нужно отождествляться с чем-нибудь. То есть, как говорили древние отцы молитвы, что ты садишься и свой ум запираешь в клеть свою и начинаешь дышать с Иисусовой молитвой и всё внимание на пупок. Это вот писали ещё Семён Новоблагослов в девятом виете написал. Об этом много писал Григорий Палама в тринадцатый век, это вот монах афонский, он был первоначально учителем сына императора, потом пошёл в монахи на Афон и он написал трилогию, три книги, это ответ материальных, то есть, мы многоуровневое восприятие мира и люди материальные, это не всегда, что это хорошо или плохо, просто часть людей тонкий мир не воспринимают. И вот один из, причём, епископов Византии, он как раз на одну из обращений Григория Паламы о Иисусовой молитве он начал писать, обвинять, что это ересь. Григорий Палама на его обвинение в ереси, хотя он был афонский монах, он написал такую большую статью, на это опять прошло обвинение, и потом уже обвинение этого епископа на всех монахов афона, что они еритичны. Вот начался сильный кашель, вот старайтесь сейчас медленно-медленно, вдох носом-выдох носом дышать и верхней частью, и постараться дыханием замедлить. И в данном, вот пишут, голова кружится, в данном случае давайте мы сейчас пока дыхание приостановим, просто расслабимся, расслабимся, потому что в данном случае мы затронули уже нашу оболочку, электромагнитное поле, и это нужна тренировка, нужна тренировка. Вот эта наша оболочка, она страдает при ковиде, при поражении вирусом, если мы очень агрессивные препараты, ну типа гормональные, а не противовирусная сильная активность или антибиотики, допустим, которая борется с бактериальной инфекцией, они тоже поражают эту оболочку, наша задача ее постоянно делать более плотной и более управляемой. И опять же наше дыхание, что такое кашель? В данном случае вирус поражает дыхательную систему, поражает бронхи, поражает альвеолы, наши легкие, в данном случае нарушается дыхание, происходит дипервентиляция, мы начинаем глубже дышать, больше потреблять кислорода, и при этом воздуха, и при этом усвоение кислорода, оно очень сильно нарушается. Если мы начинаем опять же сокращать вдох и выдох, делать его очень поверхностным, очень медленным, у нас намного лучше начнет потребляться, усваиваться тестород кровью, затем восстановится метаболизм клеток, и в данном случае начнет уходить бронхоспазм, и проходимость дыхательных путей начнет улучшаться. В данном случае мы имеем очень много препаратов, тот же флуэмуцил, ацецем, мукалтин, кто использует травы отхаркивающие или мукалитики, тот же корень алтея, если есть доступ делать отвар, он будет работать как мукалтин. Как прорабатывать живот? Он должен быть, конечно, очень сильным. Центр живота, несколько видов огня в животе, и задача людей, кто занимается какой-то духовной практикой, чтобы уметь пользоваться этим огнем. Недостаток огня практически, вот сегодня у меня два человека было с поражением после ковида желудочно-тишечного тракта, у одного человека был микоз, поражение грибком, и полное отсутствие огня. Ну, первый огонь, это огонь пищеварения. В данном случае, вот я, то, что рассказывает дыхание, это, можно сказать, практика Иисусовой молитвы, но она не каноническая, потому что в церкви, я думаю, то, что вот я рассказываю, я в церкви проработал много лет и даже учился в семинаре. Этой практики нет, я больше рассказываю как врач о дыхании с Иисусовой молитвой, потому что по своей сути, что такое христианство, что такое вера, но в первую очередь, как я воспринимаю, это любовь, которая внутри человека, и это открытие божественному, и вот это божественное, то, что мы обращаемся к Иисусу Христу, оно должно жить в нас ежесекундно, каждый вдох и выдох, он должен быть с молитвой, и когда молитва будет звучать в пупте, в голове, в сердце, потом она может звучать в каждой части нашего тела, и вот эта божественная энергия, она по своей сути, она сильнее любой физической, потому что тот, кто духовно занимается собой, и я считаю, что это опять же нужно обучать с детства, то вот этот вирус несчастный мы, конечно, с помощью внимания и дыхания, только с помощью двух этих вещей, но если мы регулярно будем тренироваться, мы могли бы легко с этим справиться. Если человек практикует, и он может продыхивать себя и выдыхивать именно через электромагнитное поле, выдыхивать вот эту патологию, если он научится, он может то же самое делать и с другим, потому что наше внимание, мы подумали о другом человеке, мы уже связаны с его электромагнитным полем, то же самое мы можем делать и с другим. Опять же, вот эта эпидемия, это как тест для нас, кто-то страдает, кто-то боится, кто-то ругается, вот, а кто-то просто тренируется и говорит, боже мой, ну, очень замечательная тренировка, то есть, мы научились сидеть дома, мы больше ушли в себя, мы стали заниматься больше собой, внимания на себя, мы, многие обратились к правильной медицине, многие к такой обычной медицине, а многие стали изучать, ко мне очень много обращаются, и вот пишут это из йоди, нет, в данном случае то, что я говорю, это абсолютно русская практика, русская практика, то, что восточное идическое дыхание, я сегодня это абсолютно не затрадиваю, хотя вот это медленное дыхание, медленный вдох-выдох, иногда до 25 секунд вдох, 25 секунд выдох, медленный, там, естественно, тоже, восстанавливается газообмен легких, в данном случае я, опять же, говорю про эту династику больше как доктор, но вот вопрос принципы дыхания и управления энергией, как усилить природную защиту организма, вот по своей сути, опять же, вот я вначале сказал, если с этой точки зрения рассматривать, как усилить иммунитет, в первую очередь мы можем усилить через дыхание, то есть правильный газообмен, это первая ступень, затем, если мы потенциально, допустим, вот в следующих выступлениях я буду рассказывать, как увеличить задержки, задержки, кстати, вот при данном дыхании, их тоже можно делать, но только на выдохе, ну и начать с 3, 5, 7 секунд и накопление СО2 углекислоты, это как раз идет укрепление иммунитета и защитная реакция, если мы научимся энергию концентрировать верхнюю в пупке, нижнюю поднимаем в пупок, центр живота, живот, это самый сильный центр, это центр силы, все великие спортсмены, великие политики, если возьмете наших политиков, какие бы они ни были, у них всегда невероятно сильная энергия живота, спортсмены, у них ну просто в 10-20 раз иногда энергия живота сильнее обычного человека, поэтому если мы дышим регулярно животом, мы можем центр усилить в 3, в 5, 10 раз, особенно если люди сенситивны, сегодня вот у меня молодой человек пришел очень сенситивный, тонкий, умный, если он будет укреплять энергию живота, у него во-первых объем тела появится, сила появится, метаболизм он станет лучше, и вот эта исходящая энергия намного мощнее, значит вопрос сколько практиковать в данном случае такое дыхание, его вот просто чтобы раздышаться, вот ту практику, которую дал, она может показаться вначале очень поверхностной, в действительности вот если допустим мы дышим, можно раздышаться хорошо только через час, почувствовать этот огонь, почувствовать гармонию, то есть сейчас уходит чтобы раздышаться, вот вопрос как можно использовать движение, давайте тогда еще про еще про дыхание расскажу, допустим люди любят ходить или бегать но и ходьба и бег они должны быть правильными, они должны быть на полном расслаблении, чтобы стопы они должны прямо быть такие как лапки у кошки и вот это расслабление на выдохе оно нужно тренировать особенно это бега касается выдыхивать вначале в стопы и чтобы стопы стали мягкие мягкие и затем расслабление направлять вверх икры бедра таз спина это тренировка на это может уйти несколько месяцев только на то чтобы бегать или ходить идеально расслабленно но опять же как кошка чтобы все было такое мягкое мягкое все движения это первое затем потому что если в жестком теле даже правильно дышать мы в любом случае будем частично наносить вред особенно если допустим нам 50 лет и это и могут проблемы быть и в суставах и в позвоночнике в пояснице так вот мы вдох делаем при беде ходьбе на 4 на 5 выдох на 4 на 5 стараемся ну насколько возможно пока поверхностное дыхание опять же на вдохе Господе Иисусе Христе помилуй меня и в данном случае вначале мы учимся выдыхать в те части проходимости тела где у нас зажатые мышцы связки или поврежденные суставы то есть там однозначно нет проходимости энергии и когда мы тело ну я говорю только о практиках люди которые реально этим занимаются и которые хотят научиться ходить и бегать мягко расслабленно тогда мы можем перейти уже потом внимание концентрировать на пупке вот это уже самое будет интересное потому что от духовной части как потом переводить позвоночник поднимать вверх мы этого не касаемся это уже отдельная часть пока вот на физическом уровне чтобы укрепить иммунитет усилить внутреннюю энергию огонь вот за счет бега и за счет ходьбы и если мы начинаем мы расслабились и начинаем с 4-5 шагов вдох выдох потом можем до 6-7 это вот как раз одна из практик тоже улучшение газообмена динамическая нагрузка если в данном случае мы будем все время внимания затем держать на пупке вот как раз разжечь внутренний огонь это вот один из таких самых простых способов потому что мы все ходим и многие по многу ходим поэтому абсолютно простая практика но за счет этой практики мы можем очень многого достигнуть как вот